Друзья, привет! Командир чеченского спецназа Ахмат Аптилла Удинов рассказал, что творили наши мальчики в Курской области. Он дал интервью другу Стрелкова Гиркина Максиму Калашникову на канале Рой-ТВ. Вот я нахожусь сейчас на данный момент на Курском направлении. Я сразу же сходил к началу ВОД Курской области и задал ему в лоб вопрос. Какие у вас проблемы с Ахматом, как только я сюда зашел? Он улыбнулся и сказал, что у нас на территории совершено 187 преступлений военными. Это убийство и значение другой-другой. Ни одного из этих преступлений не совершили бойцы подразделений Ахмад. Украинцы вошли в Курскую область, напомню, меньше трех месяцев назад. Из его слов я так понял, что за это же время россияне на своей территории. Вот сколько уже всего успели натворить. Фразы не вырваны из контекста, если что. Специально посмотрел и записал часть этого диалога, чтобы вы видели. Даже внизу указал мышкой на какой минуте. Но при всем при этом наши мальчики ничего такого не могли делать в Украине. Не делали ничего такого, что творили на своей территории. На территории, которая и до 22-го года была нашей. Международно признанной своей, так сказать. Со своими людьми, с гражданами своей страны. Но на Донбассе, в Херсонской области, в Запорожской, ни в коем случае. Ну что, занавес, мне здесь больше нечего сказать. Кто даже сейчас ничего не поймет, не поймет уже никогда. Мало того, он говорил еще и про Белгородскую область. А в Белгородской области украинцев вообще не было. Я могу сейчас ошибиться в общей цифре. Значит, давайте я вам пример приведу Белгородскую область. За 8 месяцев текущего года в Белгородской области было совершено 9 840 преступлений, по которым были возбуждены уголовные дела. Из этого количества, поскольку я знаю, 300 с чем-то были убийцами. 60 с чем-то, или вот я, чтобы не ошибиться, 34 что ли, это были изнащивания. Но в Украине ничего такого сделать не могли. Фили Киркоров тут, похоже, приехал. Зашел не в ту дверь, так сказать. Он был на шоу Димы Масленникова. Сделал там заявление и поплатился. Кто ты? Котик! 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 Дай мне вручек! После этой фразы так называемые православные активисты из движения 40-40. Кстати говоря, что это православные активисты таки шоу смотрят, не православные. Пожаловались, в общем, они на Киркорова. И теперь его будут проверять на пропаганду нетрадиционности. После того, как в первый раз Филя зашел не в ту дверь, он съездил на Донбасс, попел там перед нашими мальчиками. И вроде как все спустили на тормозах. Как думаете, дадут ему второй шанс зайти не в ту дверь? Это теперь, послушайте, Вячеслав или в простонародье голубые дали? За любовь к синему небу, конечно, его так прозвали. Собрался экстрадировать Чубайса в Россию. За что? А всего лишь за провал реформы электроэнергетики. Что на Россию-то? Государство, да. В атомной энергетике строится новая мощность, вводится, ядроэнергетика. А там только карманы себе набили. И недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор. Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте. Давайте называть вещи своими именами. Громче всех кричит Держи вора тот. Продолжите в комментариях. Чубайс-то, конечно, тот еще персонаж. А вот он еще один. Гендиректор Ростеха Чемизов. Всю страну и весь мир рассмешил. Мы конкурировали еще в советское время. И с Боингом, и с Аэрбасом. И я полностью, 100% уверен, что мы это можем делать и сегодня. Ключевое слово «можем делать». И смартфоны можем делать свои. И процессоры, и все остальное. И автопром. Все мы можем делать. В теории. К сожалению, был период, когда в 90-е годы вся промышленность пришла в упадок. А за 25 лет Путин поднял страну с колен. И производство сейчас хрен остановишь. Было приостановлено производство всех видов самолетов, авиации, вертолетов и так далее. И все побежали сразу авиакомпании за рубеж покупать Боинги, Аэрбасы. Говорят, что это самая современная техника, что только ее можно использовать. Да-да, вы правильно поняли, он заявил, что российский авиапром готов конкурировать и с Боингом, и с Аэрбасом. Это тот же самый Чемизов, который презентовал Путину суперсовременные телефоны, суперсовременные планшеты. И, как вы знаете, большая часть страны этой продукции пользуется. И на самолетах скоро будем летать. На Чемизовских. Ну а пока полюбуйтесь, в какую точку мы прилетели. В Екатеринбурге начали воровать сливочное масло из-за того, что оно стало слишком дорогим. Все больше продуктов в России начинают упаковывать в пластиковые контейнеры с чипами от Краш. И да, за 25 лет стабильности в нефтегазовой сверхдержаве мы пришли к тому, что люди масло, масло воруют. А вот еще к чему мы пришли. К сожалению, кадры эти здесь показать не могу. Подобное я публикую у себя в телеграм-канале. Помните трагедию в Крокусе? И что было после нее, как силовики очикали ухо таджику? Зет-путриоты тогда радовались, улюлюкали, вот так их, мол, так. И мы с вами тогда обсуждали такую тему, что они сейчас тем самым нормализуют происходящее. Что они нормализовали, по сути, своим улюлюканием и подакиванием подобное поведение. Это, так скажем, внесудебная расправа. Ну и что вы думаете, нашлись те, кто смог повторить? В мытищах неизвестные сначала тюкнули по голове 45-летнего мужчину. Потом чикнули ему ухо на глазах у прохожих. Свидетелей там было, хоть завались. Потом сели в шевролюху серебристого цвета и улетели в закат. Спасибо, Путин, что вывел страну из 90-х. Эту теперь женщину послушайте. Просто позорище. В Красноярске жители Солнечного обратились за помощью к Путину. Потому что у них ни отопления, ни света, ни воды. Россия, 21 век. Нефтегазовая сверхдержава. Я вчера писала, я какать хочу, а я не могу. Это крик души уже. Все. Это уже истерика. Не только глаз дергается, тут уже валю не поможет. Некоторые жители Солнечного уже неделю вынуждены принимать успокоительные. Не все способны выдержать те условия, в которых они сейчас живут. Едва сдерживая эмоции, жители Солнечного пытаются понять, а как пользоваться благами цивилизации, если дома нет воды и света, квартиры в новом доме под стать пещерам. Путин, как пользоваться благами цивилизации, если во дворе нет сортира прямого падения, а в квартире нет воды. Люди, которые голосовали за Путина и люди, которые не знают, как в туалет сходить, это одни и те же люди. А представьте теперь обратную ситуацию. Вот так собираются люди в Америке и обращаются к Байдену. Потому что у них внезапно пропадают благо цивилизации. Россия может конкурировать с Боингом. Россия может конкурировать с Аэрбасом. Мы смартфоны можем создавать свои. Мы все можем создавать свое. Осталось только людям объяснить, как им какать. Но с другой стороны должны быть и хорошие новости, правильно? Депутат Екатеринбургской думы Денис Хованцев посоветовал, как же правильно гасить ипотеку. Мы должны показать гражданину, семье, что государство сделает все, чтобы у тебя в семье появился ребенок, второй ребенок, третий. И упор нашего государства именно на поддержку многодетных семей. Если в семье родился один ребенок, государство компенсирует за счет бюджета 25% размера его ипотеки. Второй ребенок родился 50%, третий 75%, ну и четвертый соответственно. Идея, давайте подчеркиваем. Четвертая полностью квартира бесплатная? Для женщин, которые работают на работе и у которых есть один ребенок, я предлагаю сократить рабочий день на один час. Это как раз ей поможет и забрать ребенка из садика, и сходить в поликлинику, в больницу решить какие-то свои бытовые проблемы и не сильно, условно говоря, напрягаться из-за этого. Для женщин, которые имеют двух и более детей, я предлагаю вести дополнительный выходной. Он будет не каждую неделю, может плавающий раз в две недели, раз в три недели. Но за этот дополнительный день женщин с двумя и более детьми стоит в поликлинику, сходит в больницу, сходит на какой-нибудь мастер-класс, посмотрит, чем дети занимаются у нее в дополнительном образовании. И в конце концов займется просто собой, потратит день на себя, в основной свои силы. Сокращение рабочего часа не сильно ударит в работодателя, это я точно знаю. Россия не запоминаете, как получить квартиру бесплатно. Как их прокормить, конечно, потом Денис Хованцев не рассказал. Как их выучить потом в школу собрать. Я другой такой страны не знаю, где и рожать призывают, чтобы ипотеку закрыть. Оплод традиционных семейных ценностей. Самая настоящая карикатура на реальность. Ну и еще одна потрясающая новость. Новосибирский губернатор Травников. Новосибирск, напоминаю, столица Сибири, богатейшего региона страны. Но я имею в виду, что вся Сибирь это регион полностью, где люди ходят по природным ресурсам, где качают нефть, газ. Лес, из которой отправляется к китайцам составами. Так вот, что же он заявил? Сибири, говорит, не хватает газа даже для социальной газификации. Открою страшный секрет, говорит он. Через год-два мы построим трубопроводы, в которые не сможем пустить газ. По его словам, лимита газа региону не хватает. В то же самое время, до этого, меньше суток назад, Путин на весь мир заявил, что России хватит природных ресурсов для того, чтобы снабжать Китай. А я не прощаюсь.